Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру растения против зомби и у нас на очереди бонусная миссия Йети. Данный уровень у нас проходит в компании Parasys. Миссия будет не простая, а с заданиями. Одно из них это уничтожить 8 зомби за 10 секунд, ну и красная линия. А по первому заданию у меня вопросов нет. То есть я представляю, как мы можем это условие выполнить. Ну а второе задание с красной линией будет тяжело как-то соблюсти, потому что у нас фактически нету пятой линии. Половина есть, ну а половины нет. И как раз если будут пираты на веревках, они будут приземляться уже на границу. Прямо на эту линию. Буквально один шаг сделать и мы проиграли эту миссию. Я взял следующий список вооружения. У нас есть двойный подсолнух, потом сприм вин. Бин, молния, ледяная дыня, вентилятор, госпеппер и голографический орех. Вот, кстати, можно с помощью голографического ореха закрыть брешь на пятой линии, поставить где-то посередине поля. И если у нас будет плант применить для голографического ореха, будет такая вот как защитная стена на какое-то время. Либо же посадить сприм бин. Но со сприм бином у нас проблема, потому что он может выталкивать одного противника. Если приземляется несколько противников, то он не успеет возобновиться и зомби его съедят. Ну и там пираты пойдут дальше. Таким образом мы на пятой линии можем проиграть миссию. Соответственно, наверное, будем использовать голографический орех. К нам уже идут первые противники. Мы высадили почти ряд, состоящий из двойного подсолнуха. И мы высадили несколько сприм бин, которые уже готовы к работе. А мы сейчас покупаем плант. Используем его для голографического ореха. Таким образом появляется барьер. Хотя мы могли этого не делать. У нас есть дополнительно несколько доп. оружия бесплатно, то что мы можем использовать. Но все-таки доп. оружие используется в течение нескольких секунд. А есть такой шанс, что этот барьер продержится до конца миссии. Хотя этот шанс явно не сработает. Потому что барьер начинает постепенно меркнуть. Может его еще хватит так. На секунд 20. В общем, ненадолго. Но если он погаснет, тогда придется использовать доп. оружие. На поле мы высадили дополнительную молнию плюс ледяную дыню. Ледяную дыню надо еще одну посадить. Для того, чтобы все поле было заморожено. Ну так, не заморожено, а подморожено. Таким образом, чтобы противники передвигались очень медленно. А на первой линии к нам идет Йети. Это уже финальная волна. И можно запускать газонокосилку как раз наверху. Таким образом мы убьем сразу двух зайцев. И Йети, и других зомби. Сейчас получаем плант. И будем использовать скорее всего, что для ледяной дыни. Мы сейчас получаем чемоданчик. Внизу у нас летит такая стая птиц. Мы, конечно же, ее сдуем нашим вентилятором. Случайно использовал плант для спрэмбин. Ничего страшного, конечно, не произошло. Но все-таки хотелось как-то эффектно убрать последних противников. Не спрэмбин, который отталкивает, он никого не убивает, а ледяной дыни. Хотя не факт, или бы мы убили последних противников. Потому что они были с колпаком на голове. Ну, а так их просто убрать нельзя. Мы проходим эту миссию и посмотрим, что у нас в чемоданчике. Итак, у нас в чемоданчике находятся деньги. На этом будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока. Подписывайтесь, комментируйте.